Доброе утро! На телеканале РБК ОФА региональные новости в студии Маргарита Гафарова. В январе текущего года младенческая смертность в Башкортостане снизилась до общероссийского значения. Этот показатель составил 4,7 промилле. Данные озвучил министр здравоохранения Республики Максим Забелин на выездном здравчасье в Республиканском клиническом перинатальном центре. Три летальных исхода зафиксированы за время новогодних праздников. За аналогичный период прошлого года таких случаев оказалось 20. В целом в 2019 в Республике была отрицательная динамика по показателю младенческой смертности. Ее рост составил 18% к цифрам 2018. Самая сложная ситуация оказалась в Калтасинском и Кугорчинском районах Республики. Пять районов Башкортостана, а также город Агидель показали нулевую статистику. Надо решать этот вопрос. Это же вы за жизнью боретесь с детей. Все вроде есть, материальная база хорошая, значит где-то была проблема в организации. Сейчас хорошая цифра 4-7. Смотрите, чтобы она потом опять за 6 не вышла. Давайте решать этот вопрос. Мне кажется, если мы здесь навалимся, грамотно будем работать, мы все сделаем. Чаще всего дети до года гибнут от заболеваний перинатального периода, врожденных аномалий и болезней органов дыхания. Пик младенческой смертности в 2019 году в Республике пришелся на март и апрель. Региональный Минздрав связывает его с родоразрешением невакцинированных женщин, перенесших сезонный грипп. В ведомстве на 2020 год принят ряд мер для улучшения общей ситуации в Башкортостане. Среди них улучшение взаимодействия Республиканского перинатального центра с межрегиональными и налаживание своевременной диагностики патологии беременностей. У нас сегодня беременные разные. Есть беременные легкого риска. Они могут рожать, допустим, в ЦРБ. Есть среднего риска, их надо межрегиональных. Есть высокого риска беременные, в которых могут быть осложнения. И они должны приехать в наш этот перинатальный центр, в Большинство и больницы федеральные, и при РКБ. То есть у нас сегодня три крупных роддома, которые определяют для беременным родильницам новорожденных высокого риска. На здравчасе обсудили и вопросы премирования медицинского персонала. Из федеральных средств Башкортостан получит порядка 150 миллионов рублей на реализации программы «Земский доктор». На выплаты врачам дефицитных профессий из бюджета Республики выделят 143 миллиона. Еще 57 пойдут на премии за раннее выявление онкозаболеваний. В Уфе может появиться Арктический музей. По предварительной информации, для его размещения предложено здание по адресу Свердлова, 88. Однако окончательное решение по этому вопросу еще не принято. Ранее активисты обратились к главе региона Радио Хабирову с просьбой учредить в башкирской столице мемориальный дом-музей штурмана Валериана Альбанова, участника знаменитой экспедиции на шхуне «Святая Анна», по мотивам которой была написана книга «Два капитана». В качестве помещения предлагалось одноэтажное деревянное здание на улице Аксакова, где будущий полярник провел детские годы. Однако это жилой дом, в котором прописаны 32 собственника, и передать его для нужд музея на данный момент затруднительно. Поэтому сейчас рассматривают другие варианты, в том числе предложено открыть не мемориальный дом, а арктический музей имени Альбанова, посвященный всем жителям Башкортостана, внесшим свой вклад в изучение и развитие Арктики. В воскресенье 26 октября в Уфе пройдет зимний городской велоквест. Как рассказали нашему телеканалу организаторы проекта, участникам необходимо будет пройти по заданным точкам и найти цифровые ключи. Подсказками будут служить элементы городской архитектуры и дизайна. Для участия в квесте приглашаются команды от одного до пяти человек. Организаторы рекомендуют заранее подумать над названием и выбрать капитана. Место встречи – посольство Уральских гор на улице Мустая Карима. Отсюда стартует игра в час дня. География квеста – исторический центр города. Во-первых, необходимо подобрать спортивную одежду и обувь таким образом, чтобы она позволяла вам соблюдать необходимый для вас скоростной режим, и при этом вы бы не потери. Второй момент – обязательно соблюдайте правила дорожного движения. Не забывайте об этом. Также организаторы напоминают, что в команде могут быть люди разного возраста, в том числе и дети. Поэтому важно держаться вместе и не терять членов команды из виду. Велосипед не обязательно должен быть оснащен специальными зимними шинами. Подойдет и обычная летняя комплектация. Игра продлится примерно 2-3 часа. Стать участником можно, даже если у вас нет команды. Отсутствие велосипеда тоже не помеха. Квест можно пробежать бегом или пройти пешком, отметили организаторы. А сейчас к анонсам событий. 26 января в концертном зале «Башкортостан» состоится мемориальный концерт «Свеча памяти Холокоста». Мероприятие проходит при поддержке гранта главы Республики Башкортостан. Вечер посвящен годовщине освобождения Красной армии узников концлагеря «Освенцем» и Международному дню памяти жертв Холокоста. Сегодня на горнолыжном курорте «Яктыкуль» откроется третий «Диджитал Курултай» «Конференция о маркетинге и бизнесе». В этом году форум посвящен теме туристического позиционирования региона. Спикеры – ведущие российские эксперты в области маркетинга. Они поделятся опытом продвижения территории, бизнеса и человека-бренда. На конференции обсудят, как использовать «Диджитал» и «Бигдейт» в туриндустрии и «Санкури». Как продавать человеку со смартфоном, а также репутационный и антикризисный пиар, личный брендинг, СММ-стратегии. Впервые на форуме появится формат воркшопа интенсивного обучения в небольших группах. Сегодня пройдет десятый международный конкурс, посвященный башкирскому эпосу «Урал-Батыр. Достояние человечества». В этом году он проходит под знаком подготовки ко всемирной фольклориаде, которую республика примет этим летом. Юные сказители исполнят эпос на разных языках. Традиционно одна секция соберет детей из семи иммигрантов. Они ближе познакомятся с культурой Башкортостана и расскажут о традициях своего народа. В числе номинаций конкурса также разработка и презентация игр, путеводителей по мотивам героев эпосов, хореографическое, вокальное и исполнительское мастерство. И в завершении выпуска информация о курсах валют, установленных Центробанком на сегодня. Доллары и евро синхронно растут. Американская валюта поднялась в цене на 12 копеек. В итоге курс 61,95. Евро плюсует 17 копеек и 68 рублей 69 копеек. И лучшие обменные курсы к этому часу. Покупка доллара в банке Наива по 61,81 и продажа в банке Финам по 62,04. Наиболее выгодный курс покупки евро также в банке Наива по 68,51 и продажи в банке Финам по 68,75. На этом у меня все к этому часу. Я с вами прощаюсь. Всего доброго и до встречи в эфире. Субтитры подогнал «Симон»!